короче дело так мы сейчас антона отвезем на электричку алина уже все маму встретила с дарин тебе тоже надо педикюр сделать деловая по этим платье мерить мы заказали дарение водитель поехали красиво смотри какой размер там сзади наверное 44 46 до 46 будет большой ну да дети много построились золушка не это что-то вообще потому что но и тебе маленькая наверное на модели так красиво смотрелось может то что рост не хватает спинкой модель по длине не должно быть по моему а если размер побольше посмотрите по моему где-то должно быть а мне кажется что она еще висит недошедшая нет ну почему она посвечивает она не дошла еще 46 но большое мне кажется литочка будет уже не там где надо да мне кажется ну ты как дышать не можешь но она не втягивает ну как повернись немножко это все-таки надо подсвечивает верхний детский вообще не мне кажется ну какой-то все равно как бы как как детское это не я не спорю это платье красивое все но все равно ну как детское и дарина прям как принцесса ну мне кажется так не надо его брать она и стоит почти шесть тысяч да не она же нет нет ну попробую вам померить это не пойдет ну красивое все но наш не маленькая 14 было бы да мне кажется нормально не знаю на выпускной как покупают плача не ну на выпускной пойдет тебе самой нравится дарин сама сказала как детская самая красивая была съездили мы на вал берез снимали платье увидели и сходили еще мы в магазин и покажем что же мы купили так мы взяли бананов такие вот две кисти очень вообще честно я любитель бананов также взяла горький шоколад это просто самый лучший горький шоколад который я ела кстати благодаря этому шоколаду мне кажется я полюбила горький шоколад хотя раньше я вообще не любила его также овощи тут морковка у нас яблоки помидорчики вот такие вот огурцы также взяли что это перец так взяли мы зеленый вот такой вот зеленый творожный сыр тоже наш очень любимый мы любим завтракать иногда взяли влажные кауэй взяли салфетки ровно салфеток вот таких тоже очень удобные полотенца да вот так также взяли вот такие вот ломтики у нас дети обожают их 8 штучек также настой взяла хлебцы вот такие вот также вот такие вот какие-то вот батончики честно один раз я хотела попробовать пробовал такие вот батончики и для меня для насти она их обожает ей нравятся а для меня это как будто кусок мыла откусить вот реально я немного даже попробую и такое ощущение как будто просто кусок мыла откусила то есть я вообще не переносить вот такие печеньки я не пробовала может быть даже такие вкусные но вот это это для меня полный ужас я бы сказала дальше у нас колбаска пока решили купить такую кстати такую не знаю пробовала не пробовала но мне кажется прикольно дальше молоко вот такое саша у нас любит его и также мы купили купили масло наверно закончилось у нас вот такой вот сырочек два очень тоже очень-очень вкусный также вот это вот я не знаю что это такое короче не знаю мясо это ни разу не пробовала вот но нас и саша любит и папа да и мама наверное также вот такие салфетки взяли а то у нас они закончились 100 штук также знаете вот один раз настя купила мне вот такой йогурт он идет с орешками разными здесь он такой вкусный это просто для меня теперь будет база самый лучший опыт я взяла себе такие три просто вы знаете в ослабинске искала такой йогурт я не могла найти нигде не в пятерочке не в магните а здесь в пятерочке или в магните не помню короче он есть и это очень классно а также сметана 20 процентная просто это самая любовь потому что особенно с поворщиком щами вообще кайф также настя взяла смесь ту софийки матвейки вот такая вот это так это софийки ой это матвейки и цифики также вот такой вот хлеб бородинский без дрожжевой хлеб тоже очень потрясающий это обожаю без дрожжевой хлеб тоже очень вкусный и вот такой вот белый хлеб другого кстати не было который вот обычному закупаем без упаковки пили такой вот такие вот у нас покупочки чек что это ты папа выкопал а здесь прибрался в общем с антоном они как это называется туда до конца будешь так делать пока до сюда там это так полный финишную завтра 18-му сосохнет все да ну хорошо хорошо а то уж мы там собрались потом гулеванить вася тут показывает яблоньки которые прививал это другие сорта просто смотрите как прижились хорошо красота на улице сегодня прохладно ученки гуляли в кофтах матвейка спит такое ощущение что как будто температурить будет петручки горяченькие ну прививку поставили как бы не за температуре частности уже дарину повезет дарину мы завтра заберем она на несколько дней написала заявление девчонкам тоже напишу у нас получается дарина ехать не хочет и наверное женю сашу и тому мы тоже дома оставим просто мест нету ехать вот на обратной пути еще надо будет олениных подружек забрать они подъедут к загсу мы скорее всего так и придется сделать ну они если это и не хотят ехать особенно дарина мамчу мы поедем и тут подождем потом придем туда в кафе ну посмотрим что и как будет завтра уже плюс 25 скорее бы сегодня было наверно градусов 19 прям прохладно я вот сейчас в куртке в носках холодно все равно все отстирается все собралась а какой-то йогурт они там специально покупают ну все милая до завтра пока платье мы купили настя увезла дарину матвейка знаете такое ощущение что вот ну прям за температуре такой ручки горяченькие сам весь горяченький ну пока температуры нет ну где-то там мужика 36 и 9 переживаем что заболеет настя заехала купила свечи эти цифика он я думала у меня есть искала искала не нашла ну пусть будут общинасти купила краску для волос не взяла не знаю покрашусь не покрашусь сегодня такое ощущение что я вот прям простыла я когда начинаю заболевать у меня начинает по носу все швербеть так у него я начинаю чихать на бесконечно все на свое состояние когда я вот-вот болею но я почему-то знаете когда болею я практически никогда не температуре очень странно но редко бывает когда температуре очень сильно один день как бы это вот у меня прям все там швербит ну надеюсь ничего пронесет знаете на раз самое главное хорошенько прочихаться и все проходит витамин c начала пить надеюсь к свадьбе буду здоровая как огурчик у антона и так было мало кто приедет еще один друг тоже не сможет приехать буквально сегодня позвонил антону говорит погиб дядя вы знаете где это и привезут его 18 естественно он приехать не сможет и сразу вы знаете там очень часто в комментариях я честно не знаю может быть один и тот же человек пишет может быть разные спрашивают приедет ли дима на свадьбу конечно нет точнее его свадьба или там почему вообще ни слова не вы не говорите про диму почему мы можем рассказывать про дима иногда звонит иногда не звонит несколько дней иногда просто там напишет и самоском ой нет короче я в это вырежу ничего не буду говорить то не дай бог кто-нибудь что-нибудь прицепиться это конечно нет никакой тайны но все равно знаете и зрители пишут то спрашивают и дима начинаешь что-нибудь говорить и потом начинается вы там то вы даете то вы даете то рассказываете в общем иногда звонит иногда пишет вот женю завтра я думаю оставлю она у нее такой насморк сильный ну как бы она не не сказала бы чтобы болеет ну насморк прямо на прям в нос разговаривает так вот а сегодня только в том мином классе учителю гала что не приводите детей сильным насморком и с кашлем правда в их классе ничего не говорили но думаю все равно написала что же на один день оставлю дома будем насморк лечить потому что она из школы пришла ой как давай тут чихать у него тут все снос заложенный все это но сейчас вроде как ничего но все равно оставлю один день я ее редко в читать и сашу часто оставляют дома женю вообще редко вот ну ладно в общем антон уехал мама не там все встретили все слава богу ладно всем пока всем до завтра и спасибо вам что смотрите нас прилетает конечно нам очень часто ну ладно я как-то видимо до того привыкла комментариям я не сказала бы что я очерствела ну что прям это но я уже вообще внимания не обращаю пишут пишут о знаете вот помню первые когда я только начинала снимать боже боже как я переживала как я спать не могла как не было обидно думаю ну как так ну вот ну почему так пишут а щас вообще в один день за собаку прилетит другой день за кота прилетит потом за том и вот так вот сегодня вышло видео за дарину дарина читает комментарий она мама ну всяко бывает ну почему они так пишут я буду доча да не обращай внимание ну ты чё она приехала сегодня меня обнимает ну ты не переживаешь это не ничего не переживаю в общем вот так слава богу дети уже тоже привыкли больше переживают из-за того что я могу как бы обидеться там расстроиться там или еще что-то и огнеется нормально ничего не переживай ладненько после как я сейчас закончу видео я вставлю ударение и хочу сказать что под этим видео я поставлю ссылку на ее дзен у меня часто спрашивают дайте телеграм и я не могу за ней уследить она то его делает удаляет то делает удаляют она сказала инстаграме не у нее есть но у меня нету в инстаграме я не знаю я не могу никак вам не ссылку дать ничего и ну девчонок наверно у всех есть и не наверное есть у всех и у насти и у алины сейчас дарина ведет инстаграм но я не могу следить я понять ними чем там делают какие видео мне бы самой конечно интересно было бы посмотреть что он там выкладывает это же интересно я никогда не я никогда не видела нет у меня инстаграма вот дзен даринин я вам оставлю там по моему у него 119 что ли подписчиков и как сама случайно зашла смотрю у него там видео и я вот с дзена я дарина спросила гударин можно я поставлю она говорит дамам поставь и сделай ссылку него ну хорошо очень иногда она видео выкладывает на цене так что дальше смотрите дарину всем пока всем привет и сегодня я снимаю вас влог про свой день так что погнали сейчас я буду умываться и также покажу какими средствами я пользуюсь справа буду чистить зубы наиск гуру 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 Продолжение следует... 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 И сейчас, на данный момент, я читаю «Хрупкое равновесие». Я решила прочитать свою любимую трилогию, то есть сейчас уже на второй книге, потому что первую книгу я уже читала. И вот, решила прочитать свою любимую трилогию. Просто эта книга — это отдельный респект, отдельный, не знаю, вид искусства просто. Это потрясающая книга, я просто обожаю Анну Шерри за то, что она выпустила такую замечательную книгу. Благодаря вот этой трилогии я полюбила читать, и я сейчас читаю, хотя меня в детстве было тяжело заставить это делать, да и вообще я не любила категорически читать. Но благодаря этой книге, этой трилогии я просто обожаю. И знаете, я больше всего люблю читать то, что интересно мне. То есть, как бы, мне нравится современная литература, то есть современные писатели. Также классику я читаю, когда надо в колледже, но так, по сути, я не особо люблю классику в литературе. Я люблю современных писателей, так что, не знаю. Кому интересно, кто ещё не любит читать, кто хочет, ну, полюбить чтение, покупайте хрупкое равновесие, не знаю, затянет вас, не затянет, но меня затянуло, и это любовь навсегда. Вот такие вот книги я уже прочитала и я читаю, так что, как я уже сказала, покупайте эти книги, кому интересно, и читайте. Так, на завтрак я сделала себе хлебцы с уроженым сыром, зеленью, салатом, лисе салатом. Вот, всё, я вышла в колледж, иду в колледж. Если что, буду показывать. Если не получится, то не получится вот так. Вот сегодня. Ну, прохладненько так. Ну, жить можно. Всё, наконец-то я иду домой. У нас был последний урок физкультуры, и вообще он так замечательно прошёл. Мы так хорошо с моей группой поиграли в мяч. Вообще здорово. Так что я иду домой, буду кушать, и покажу вам, что я буду есть. Всё, наконец-то я дома. Я пришла с колледжа. Сегодня замечательно вообще прошёл день. Прям хорошее настроение у меня. И у меня с вчерашнего дня такая идея приготовить сырники. Вот, и сейчас, наверное, я это буду делать. Не знаю, покажу вам, как буду делать или нет. Надо ещё подумать. Потому что рецепт у меня на телефоне. Я собралась в Сбербанк. Мне надо установить приложение Сбербанк на телефон. Вот, Настя мне зрякнулась, сказала, что всё будет переезжать, так как, чтобы перекинуть, нужен необходимый шнур. А такой шнур только у Насти уже есть. И вот, я уже бегу в Сбербанк. И мне наконец-то установили Сбербанк на телефон. Вообще здорово. Очень давно бы идеи надо было установить. Но всё, время не хватало. И дела были определённые, которые мешали быстро сбегать туда. Вот. Но сейчас всё будет готово. Вот такие вот сырнички у меня получаются. Очень аппетитно, вкусно пахнет. Вот. Вообще красота. Мы вышли с Аняком на улицу, потому что нам по биологии дали задание для практического. Вот. И сказали, что за 20 минут надо посчитать машины, то есть легковые и грузовые. И сколько за 20 минут проедут, сколько машин проедут. И записать в тетради. Вот. Мы идём исполнять вот такую вот, как это сказать, задачу. И посчитаем. Потом в конце я скажу, сколько. Вот так. Погода прекрасная. Недавно дождь была, конечно, но уже закончился. Вот. Не получилось с практической работой. Вот. Так как я иду к родителям. И я собрала уже вещи, на себя кнула и сказала собрать вещи. Вот. Я собрала, взяла ноутбук, тетради, которые буду я делать домашку, контурную карту. Вот. Так что вот такие вот дела. Посчитаю, наверное, либо в воскресенье, либо завтра у родителей. Вот так вот. Это просто я переехала домой. Вы не поверите, как я соскучилась по вот этим вот. О, малышам! Вот. Так же вообще очень сильно соскучилась. Потом такое, знаете, ощущение, как будто у меня здесь месяц не было. Прямо. Ну, хотя меня не так долго не было. Вот. Вообще. Обожаю дома находиться. Прямо самое любимое место. За мной этот маленький бежит. Вот сейчас пойду ужинать. Вот так. На ужин мы будем суши кушать.